Технологии древних людей поражают ученых во всем мире. Каждый год археологи пытаются докопаться до истины, чтобы объяснить происхождение этих монументальных объектов. В этом видео вы также узнаете историю известных народов и их трагический финал. Привет, друг, ты на канале КирТоп. 17 скелетов на территории Уэльского монастыря Британские археологи графства Пембрукшир, расположенного на западе Уэльса, обнаружили останки 17 скелетов захоронений, которое, по их мнению, принадлежало мужскому монастырю Святого Спасителя до того, как король-реформатор Генрих VIII отобрал их собственность. Мужской монастырь существовал с середины 1200-х годов до его распада, в 1536-1541 годах. Последние годы существования монастыря Генрих VIII, король Англии и Уэльса, приказал конфисковать и продать многие церковные владения. Это случилось после того, как он разорвал отношения с католической церковью. Средневековый мужской монастырь Святого Спасителя, который населяли монахи-доминиканцы, черные монахи, отличавшийся черным цветом своих одежд, не стал в этом смысле исключением. По словам Мерфи, корона продала все их имущество, но часть его, в частности, могильник, принадлежавший монастырю, оставалась нетронутой вплоть до 17 века. Мы точно не знаем, принадлежат ли эти останки монахам, поскольку на монастырских кладбищах зачастую хоронили самых разных людей. На погребенных имелись лишь саваны, причем руки всех скелетов были скрещены на груди. В средние века, примерно с 500 по 1500 год нашей эры, монастыри были популярным местом для похорон. Изначально монастырские кладбища предназначались лишь для самих монахов, но быстро стали популярным местом для захоронения мирян. Нынешние раскопки ведутся перед началом большого строительства на этой территории. В этом районе планируют построить трехэтажный продуктовый магазин с баром и террасой на крыше. Запретные тексты возрастом 2000 лет В Китае археологи обнаружили несколько древних бамбуковых пластин с иероглифами, расшифровка которых пролила новый свет на историю с введенным династией Цинь запретом. Археологи обнаружили шесть хорошо сохранившихся бамбуковых пластин, покрытых иероглифами. Расшифровка этих текстов проливает новый свет на историю и эволюцию китайских привычек чтения. Артефакты были найдены при проведении раскопок в провинции Хунань, расположенной в Центральном Китае. Работы проводились в городе Иян. Сами реликвии были найдены на историческом участке Тузишань. Они представляют собой древние листки бумаги. По оценкам экспертов, возраст артефактов составляет примерно 2000 лет. Они датируются ранним периодом правления династии Западная Хань. Раскопки были проведены еще в 2013 году. Однако только сейчас Чижань Чунь Лун, глава группы раскопок, обнародовал результаты исследования сделанных тогда находок. По его словам, на шести бамбуковых пластинах находятся необычные записи. По сути, это переписка людей, которые обсуждают между собой подношение книг. Археологи считают, что в текстах обсуждается вопрос о снятии запрета на частное собрание книг. Впервые такой запрет был введен в период правления династии Цинь. Как свидетельствуют эти бамбуковые пластины, после того, как запрет был снят, заимствование, дарение и коллекционирование книг стало социальной тенденцией. Позже и королевская семья, и местные органы власти накопили беспрецедентно богатые коллекции книг. Во времена правления династии Западная Хань люди стали больше читать книги, начали появляться библиотеки. Секрет буддийских монахов Буддизм – одна из самых древних религий. Существует множество артефактов, благодаря которым мы можем восстановить историю этой религии, ее ценности и особенности. Одним из таких артефактов считается собрание текстов Трипитака Кориана. В нем собраны все знания о буддизме, которые накапливались десятилетиями. Это не копии уже существующих текстов, это оригинал, который дает полную картину знаний о буддизме. На Корейском полуострове есть монастырь Хэйинса, который очень важен для всей азиатской культуры. Это место примечательно не только своей красотой и спокойствием, которые обретают тут люди, но и тем, что здесь хранятся совершенно уникальные тексты. Это собрание копилось несколько веков, здесь описаны все каноны буддизма. И другого такого же полного собрания просто нет, все тексты хранятся на глиняных табличках, их больше 80 тысяч. Иногда из-за этого собрание текстов называют 80-тысячной Трипитакой. Все эти тексты делятся на тома, которых больше 6 тысяч. Высота каждой такой таблички 25 сантиметров, а ширина около 70. Можно сказать, что в этих текстах хранится вся мудрость древних людей, и потребовалось большое количество времени, чтобы изучить это наследие. Сейчас таблички тщательно охраняются, но у туристов есть возможность увидеть эти тексты вживую. Храм, в котором хранятся тексты, открыт для путешественников. К сожалению, собрание текстов было почти полностью уничтожено во время нашествия монголов. Все таблички сильно пострадали, но они были настолько важной частью культуры, что правящая династия поручила восстановить все записи. Такая кропотливая и аккуратная работа заняла больше 10 лет. В конечном итоге все тексты удалось восстановить. Таблички старались сделать максимально похожими на те, которые были утрачены. К примеру, первые таблички делались из белых берез и вишневых деревьев, и эти же сорта древесины были использованы при восстановлении. К тому же, ради сохранности текстов, дощечки обрамляли рамками, и это сработало. Спустя почти тысячу лет после того, как эти таблички были сделаны, они находятся в прекрасном состоянии, а текст на них можно без проблем прочесть. Таблички покрывали ядовитым лаком, чтобы насекомые не испортили их. Следы денисовцев в пещере на севере Лаоса В Лаосе, в пещере Тамнгу-Хао-2, в Анаминских горах, нашли зуб возрастом 130 тысяч лет, который, как оказалось, принадлежал представителю денисовцев под виды древних людей, чьи следы ранее были обнаружены в Денисовой пещере на Алтае и в Китае. Найденный зуб маляр принадлежал девочке возрастом от 3,5 до 8 лет. Возраст находки был определен по осадочным породам в пещере и составил 164-131 тысячу лет. Близкое морфологическое сходство с образцом Ся-Хе из Китая указывает на то, что они принадлежат к одному и тому же таксону, и что Тамнгу-Хао-2, скорее всего, представляет денисовца. Антропологический материал денисовца в Юго-Восточной Азии был найден впервые. Авторы публикации связывают редкость находки с особенностями климата региона. Также в пещере были найдены зубы крупных млекопитающих, в том числе стегодона, древнее хоботное животное, родственник мамота, слона и носорога. Впервые следы денисовцев были обнаружены на Алтае, в Денисовой пещере в 2010 году. Затем был расшифрован их геном. После ученые нашли челюстную кость в 2019 году на Тибетском плато, доказав, что часть вида также жила в Китае. По современным представлениям, про родину человечества считается Африка. Но о том, как шел этот процесс, единого мнения пока нет. Ряд ученых полагает, что всего было три экспансии предков человека из Африки в Евразию. Раннего предка Гомо около 1,9 миллионов лет назад, предков неандертальцев и денисовцев около 700 тысяч лет назад и людей современного типа около 50 тысяч лет назад. По археологическим данным, денисовский человек самостоятельный под вид древних людей. Появился на Алтае после мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Его следы найдены в Денисовой пещере, по которой он и получил свое название. Таинственная гробница Чингисхана Смерть настигла великого монгольского полководца в 1227 году, во время очередного похода. И уже многие годы ученые и исследователи гадают, где же похоронили основателя монгольской империи. Ходят легенды, что тело Чингисхана было возвращено на родину и похоронено вместе с огромным количеством ценностей. Поэтому является лакомым кусочком для исследователей, ученых и простых любителей сокровищ уже на протяжении веков. Считается, что после смерти ради любимого хана было убито множество людей. Все прохожие, что попадались на пути до места погребения, были казнены воинами. После того, как огромная могила была выкопана рабами, то и они были убиты. А потом умертвили и воинов, погубивших рабов. Хотя существует версия, что воины самостоятельно и добровольно самоубились, чтобы после смерти служить Чингисхану. Далее версии легенды о погребении полководца расходятся. Первая из них гласит, что было изменено русло реки, которое по сей день скрывает могилу. Вторая предполагает, что после погребения был выпущен табун лошадей, который затоптал все следы раскопанной земли. В наши дни монголы все так же ценят и почитают Чингисхана. В стране не ищут его захоронения, потому что считают, что нарушать волю основателя Монгольской империи, быть тайно похороненным – большой грех. Поэтому исследователи из других стран могут строить только теории и догадки, разведывать местность самостоятельно или с помощью дронов. Но вот устроить исторические раскопки ни государства, ни жители не позволят. Известные народы с неизвестным будущим На страницах исторических книг и учебников можно встретить такие народы, как половцы, ацтеки или финикийцы. И это неудивительно, ведь все они в той или иной степени оставили свой след. Однако сегодня мало кто интересуется тем, что с ними стало. Исчезли они или же их потомки все еще населяют планету? И начну с тех самых ацтеков, чьи храмы дожили до наших дней. Многим этот народ запомнился своими ритуалами и обрядами. Но почему-то мало кто обращает внимание на их культурное развитие. А ведь у них высоко ценилась поэзия и театральные постановки, в которых участвовали музыканты и акробаты. Кроме того, они занимались лепкой скульптур и посуды, а также резали по дереву. Так что же с ними стало? В 16 веке на их территорию прибыли испанцы, основавшие город Мехико. Нетрудно догадаться, что сегодня потомками ацтеков являются мексиканцы, пытающиеся сохранить культуру народа, павшего от рук испанских завоевателей. Но если этот народ жил уже в наше время, то цивилизация майя появилась еще до нашей эры. Этот народ запомнился достижениями в областях математики и астрономии, а их точный календарь не раз наводил шумиху. Возможно, впереди их ждало бы еще немало открытий, если бы снова не испанцы, которые завезли с собой немало неизвестных индейцам болезней. Сегодня на территории Мексики и Центральной Америки можно найти около 5 миллионов человек, говорящих на языках майя. Все они объединились в общины и отправились жить в деревнях, где занимаются сельским хозяйством и продажей своей продукции. Финикийцы были выдающимся народом, ведь именно их язык лег в основу многих современных алфавитных систем. Именно среди них были выдающиеся торговцы и мореплаватели, а также мастера по работе со стеклом и керамикой. Вот только нажитые богатства не обеспечили их государству защиту. Так что еще в 4 веке до нашей эры финикийцы исчезли, а на их территории сегодня разместились другие страны, например Ливан и Сирия. Помните, как были показаны галлы в серии фильмов про Астерикса и Абеликса? Так вот, это кельтское племя и правда считали варварами, хотя на деле назвать их дикарями нельзя. В их довольно сложном обществе почитали друидов и выступали за равноправие полов. А еще кельты одни из первых среди европейцев стали носить штаны. Уже в первом веке до нашей эры большая часть кельтских народов канула в лету. Осталась лишь британская часть, проживающая на территории Уэльса, Шотландии и Ирландии. Несмотря на то, что полноценно этот народ перестал существовать, их культура продолжает жить и активно воспеваться людьми со всего мира на различных ежегодных фестивалях. Наверняка все слышали и про инков, проживавших в 12 веке на территории от Чили до Эквадора. Вот только мало кто знает, что в этой империи не допускалась нищета и безработица, с которыми боролись с девизом «Не лги, не воруй и не ленись». Чем же этот народ отметился? Созданием лунного календаря, а также способом передачи секретной информации с помощью кипу, сложное переплетение узлов и веревок. И в очередной раз перспективная цивилизация пала из-за испанцев, завезших на их землю эпидемию оспы. Известно, что половцы были кочевниками, которые не пытались создать свое государство, а просто перемещались в территории Средней Азии. Однако вряд ли многие услышали мнение, что представители этого народа выглядели как голубоглазые блондины с монголоидными чертами лица. В 13 веке половцы перестали существовать, слившись с другими народами и переняв их быт. Ну и закончу булгарами, известными сегодня как болгары. В отличие от половцев, они основали свое государство еще в 7 веке. После принятия религии, этот народ сблизился со славянской культурой настолько, что даже гнет Османской империи не перетянул их на сторону турок за 5 столетий. Правда, известная всем сегодня независимая страна Болгария появилась лишь в начале 20 века. Древний карьер в Китае В Китае хранится множество загадок. Среди них не только древние захоронения людей со светлой кожей, но также погребенные под слоем земли пирамиды. Размеры старинных мегалитов, как и следы обработки на их поверхности, конспирологи считают, что их происхождение заслуга древнего народа, обладающего высокотехнологическими знаниями, а также внеземными технологиями и проживающего на территории древнего Китая. Есть вероятность того, что именно этот народ строил китайские пирамиды. И в это же время появились первые захоронения светловолосых гигантов европеоидной расы. Согласно мнению историков, последняя выработка известняка в этом карьере проводилась еще в 15 веке. Причины остановки работы и прекращения добычи минерала науке неизвестно. Известняк достаточно просто обрабатывается, поэтому добыча велась с помощью подручных средств, о чем говорят хаотичные царапины на стенах. Странно, что карьер сохранился до нашего времени и не пострадал от эрозии. Некоторые исследователи считают, что карьер разрабатывался задолго до наступления нашей эры, а каменные блоки были погребены под слоем глины во время произошедших катаклизмов. А конспирологи предполагают, что это место было навигационным комплексом, который позволял ориентироваться в пространстве, а самый большой мегалит исполнял функцию инфразвуковой антенны. Кто бы ни был создателем данных монументов, одно можно сказать с уверенностью – это был великий народ. А может, что-то большее, чем просто народ, благодаря которому в Китае до сих пор находят удивительное сооружение и высокотехнологичное оборудование. Золотая жила пропавшего голландца Возможно, самая популярная история о потерянных сокровищах в Северной Америке – это история о золотом руднике потерянного голландца. Гора Суеверия, расположенная недалеко от Феникса, штат Аризона, является предполагаемым местом для этого потерянного сокровища. В 1840 году мексиканская семья Пиральта обнаружила богатый золотой рудник. Их последняя экспедиция по добыче золота в Мексике состоялась в 1848 году. Согласно легенде, на эту экспедицию напали апачи, и все члены семьи были убиты, кроме двух человек из семьи Пиральта, которым удалось бежать в Мексику. Территория, где проходила экспедиция, убившая людей, известна как Земля Резни. Мало кто знал точное местонахождение золотого рудника, количество рабочих на нем было ограничено. Многие карты сохранились за эти годы только для того, чтобы быть потерянными навсегда. Люди, которые утверждали, что нашли местонахождение рудника Пиральта, не могли вернуться оттуда или какое-то несчастье постигло их, прежде чем они достигали легендарного рудника. Легенда о золотом руднике пропавшего голландца гласит, что немецкий эмигрант по имени Якоб Пиральта открыл знаменитый рудник Пиральта. Уолцер и его напарник Якоб Вайзер усердно трудились на шахте и сумели спрятать часть золота где-то в горах. Вайзер был убит, скорее всего, апачем или самим Вальсом. Уолцер переехал в Феникс из-за ухудшения здоровья и умер в 1891 году. Он описал местонахождение шахты соседу, который заботился о нем до самой его смерти. Но найти золотую жилу пропавшего голландца так и не удалось. Подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось и оставляйте свои добрые комментарии. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!